В парке Музеон в эти дни буйство красок и ароматов. Там проходит международный фестиваль садов и цветов. Гармония из хаоса, новинки ландшафтного дизайна и даже композиция для незрячих. Флористы со всего света постарались угодить каждому посетителю. Марина Глебова уверена, работали не зря. Ни подиума, ни нарядов. Лишь игра ароматов и гармония природных форм. Фестиваль высокой моды садов и парков словно разговор флористов языком растений и цветов. Где главное заинтриговать собеседника. Камфоры или как? Нет? Я не знаю, что-то знакомое, но очень приятное. Благоухающий ребут для одних, уникальный шанс для других, если не увидеть, то услышать голос травы. Шестое чувство единственная в своем роде цветочная композиция для незрячих людей. Здесь все пахнет, все можно трогать, пощупать. Можно даже немножко помять листок и почувствовать, как пахнет мята. Порой лучше один раз потрогать, чем семь раз увидеть. Взирая на этот сад, идею автора не сразу и поймешь. То ли вселенский хаос, то ли творческий беспорядок. Перемешалось все, цветы, манекены, деревья, даже пианино оказалось расстроенным. Вместе этот хаос составляет гармонию. Так как человек гармонирует с природой, как простые формы растений гармонируют между собой. И вся эта гармония и есть просто сад. А в нем заключена душа русского человека. Лучшая гармония – природный минимализм, утверждает дизайнер Швейцарии. Говорит, зелень и шум воды – вот идеальная атмосфера, чтобы человек смог разглядеть природу или уйти из себя. Это не то, что много акцентов, разные цветы, и человек даже не знает, куда смотреть. Что не сад, то загадка или интрига, как сценарий кинодетектива. Именно кинематографу посвящен юбилейный пятый московский фестиваль цветов. И, похоже, загадочные пломбы цепляют взор не только рядовых посетителей. Совершенно восхищен тем, что я увидел здесь. Мне невероятно приятно, что вот такая чудесная выставка, такой чудесный фестиваль проходит в Москве. Я 30 лет проводил фестиваль Chelsea Flyers Show, а в московском участвую впервые. И приятно удивлен атмосферой, обстановкой и креативом. А профессионалы обсуждают новинки сезона – на пике моды плодово-ягодный микс и садовые скульптуры. Очень много топиарных стрижек, потому что классика снова в моде. Различные формы яблонь, не только на штамбе, но и на шпалерах. Это вот новый такой тренд и мода в этом году. Фестиваль только стартовал, а уже появились первые победители – команда юных ландшафтных дизайнеров из Воронежа. По одной из лет название нашего города происходит от двух слов – ворон и еж. Ворон вырезан из дерева породы ясень. Еж изготовлен из доступных материалов. Я старалась, чтобы он выглядел натурально. Пока мастера цветочных дел борются за высокий титул, у посетителей есть шанс и время потеряться в тени садов. Все это великолепие будет благоухать еще целую неделю. Марина Глебова, Олег Лапшов, Александр Пасечник, ТВ-Центр.